Девушки отдыхают 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 А вообще, как выяснилось, среди тренеров КХЛ есть все зодиаки, кроме рыб. Может это и к лучшему, ведь астрологи уверяют, у знака рыбы много ценных качеств. Но главное, плавать они любят в одиночку, а вот руководить командой не умеют. Девушки отдыхают Носителям русского языка несколько смешной кажется Ридно Мова. И даже самую безобидную зажигалку украинцы называют запаливальную бомбу, а табак у них и вовсе тютюн. Но в этом сезоне у них у самих появился повод посмеяться, ведь на языке Лукаша Кашпара воздушный, наземный и водный транспорт летадло, возидло, плавидло. Короче говоря, чех в украинском клубе – гремучая фонетическая смесь. Коли я довидався, що більш не буду грати за Борис, я почав думати, що робити. Надійшли пропозиції з разної клуби, в том числі від Донбасу. Я також знав, що Шуплер давно хотів зі мною працювати, ще коли був у Різі. Так що рішення грати за українську команду я прийняв легко. За Сан-Хосе Шарк свой НХЛ я зиграв не так багато матчів, зате провів незабутній час у Каліфорнії. Я закохався в це місце. Це дійсно було круто. Своєрідній лайфстайл, добрі люди. Якось я обов'язково поїду туди в відпустку. З місць Михайл мені дуже подобається Рига. Це прекрасний, красивий міст. А ще із задоволенням з'їздив би до Хобаровську. Я там їв найсмачнішу рибу в житті. Ні, мої батьки ніяк не зв'язані зі спортом. Як я потрапив у хоккей, мене розповідали таку байку. Якось батько прийшов із Павло, друзями визначали якийсь свят. І сказав, мій син буде грати в хоккей. А потім відвів мене на ковзанку. З тих пір я катаюсь і граю в хоккей. Кращий момент в кар'єрі – це коли виграв чемпіонат світу, час, проведений в НХЛ, мрія дитинства. Та і взагали, кожна гра, кожна забита шайба. Це завжди свято. Мені пощастило, що я займаюся в житті тим, що люблю. Мої улюблений з дитинства хоккейсти Роберт Райхель, він був хорошим гравцем. І народився в моїм місті. А також Мар'ян Госа. Для мене вони найкращі. Я йду по вулиці, словно чума течі. От сонця, щоб не жмуритися, я натяну течі. Який Лукаш Кашпар? Я думаю, усмішливий хлопець, який дуже любить слухати музику. Я слухаю дуже багато музики. І влітку, коли у мене є час, я ходжу на безліч концерти в фестивалі. Так, музика – моє хобби. Астрологи, як ніхто другої, верять в свої прогнози. Але ведь навіть не преложені істины великий мир і сего подвергають сомнению. Достоєвський, наприклад, що дважды два, можливо, вовсе не четыре, а п'ять. А по мнению Нижнекамського, нефтехимика в году не мене тринадцати місяців. Во всяком случае, в профайле Найли Якупова на сайте клуба значиться возраст 19 лет і 12 місяців. Аномалия какая-то. Век высоких технологий соцсетей, когда даже с помощью утюга можно заинстаграмить все, что угодно, в нефтехимике все никак не займутся профайлом собственного воспитанника Найли Якупова. Парень уже с 22 сентября бьется за родной клуб, а на официальном сайте его внешность по-прежнему засекречена. Может, он просто избегает фотокамер? Пока в Нижнекамске играет шпионов, в Минске ударились фэшн и глянец. Новую коллекцию одежды запустили и даже журнал собственный напечатали. Теперь осталось только гламурную презентацию забацать. Вообще неплохо и другим клубам активно взяться за освоение фэшн-индустрии. Под брендом «Северстали» выпустить фирменные череповецкие «Парео», в Ханты-Мансийске брюки-дудочки с начесом для местной погоды, чеховские пончи-кольчуги и, наконец, суперлегкие истребиные макосинчики. После праздника будет готов. А как будет расписан, хоть весь околодок выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. Свято место пусто не бывает. У грозы заградительных стекол Саши Овечкина в Америке подрастает молодой конкурент. Зажигает этот бодрый снайпер в Нью-Джерси Титанц. В общем, парень в порядке. В случае чего, такие таланты можно использовать и в быту. Скажите, это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Стенку. Полем Коля Жерди в Спартаку привет послал. Болельщики Атланты не нарадуются, что Калюня за ум взялся. По крайней мере, шайбы в стиле Супер Марио идут Жердеву куда больше прошлогодних гимнастических упражнений на бортике. И напоследок оригинальный прием шайбы в исполнении Анти Пильстрима. Теперь хотя бы понятно, о чем на финской Википедии у Анти прозвища Тайсон. А также наблюдение о том, с каким энтузиазмом в Чехове мороженое на трибунах едят. Ну что же это делать-то? Мороженое-то, оно же липкое. Был такой хоккеист, царство небесное Валентин Марков. Мы вместе играли в 70-х годах в московском Спартаке, как раз чемпионство выиграли в 76-м году. В Америке едем в автобусе, команда едет на игру. Ну и ребята, в общем-то, уже сконцентрированы на игре, смотрят в окошко и, значит, кто-то говорит, Валь, а что твой отец здесь делает? Он так в окошко поворачивается. Где? Ну и, в общем, конечно, смех там, такая обстановка разряженная. Ну и второй момент такой, Ленинград в то время еще. Переезжаем через мостик от Зимнего дворца. Это, вот знаете, там по направлению в юбилейный, большая скульптура, сидит такой сильный человек, атлант. И тоже говорят ему, Валентин, что ты там присел-то? Опять в окошко все выглядывают, опять смех. А почему? Ну, у Валентина как раз был размер ноги, где-то 47-40, вот такой вот. И поэтому все так подходило под него. Ну так, в общем-то, разряжали ситуацию. На этом у нас все. Хорошей вам хоккейной погоды и только хороших прогнозов. Пока!